Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы поговорим о приметах и обычаях связанных с Троицей. Праздник Троица отмечают через 7 недель после Пасхи. На 50-й день. Свои корни он берет еще со времен язычества и символизирует обновления. В Православии праздник связан с явлением Бога в трех ипостасях. Отца, Сына и Святого Духа. Считается, что в этот день происходит очищение души от плохих помыслов и зла. Утро начинается с торжественной службы. После возвращения домой проводят праздничный обед, принимают гостей. Обмениваются подарками. На столе с зеленой скатертью. Обязательно присутствуют салаты из зелени, яиц, в любом виде, разная выпечка. Медовые вина. Позже начинаются народные гуляния, с хорводами и песнями. Богатая история праздника, сопровождает его многими обычаями и приметами. Дождь в этот праздник обещает хороший урожай грибов и теплую погоду. В будущее время, сухой и жаркий день служит предвестником засушливого лета. Не стоит устраивать купание в водоеме. Не только на Троицу, но и всю следующую неделю. Считалось, что в это время русалки могут утащить смельчаков в на дно. Даже прогуливаться в одиночестве у реки, или у озера по старинным обычаям запрещалось. Чтобы отпугнуть нечистую силу, носили с собой веточку полыни. Советуют не вступать в ссоры в этот день. Поощряется молитва и доброе деяние. Девушки плели венки и торопились к реке, чтобы узнать свою судьбу. Если он доплывал до другого берега, можно надеяться на скорую свадьбу. В случае, когда украшение тонуло, знаменовало вскоре неприятные события. Время празднования Троицы приходится на теплое время года. И всегда сопровождается гуляниями. Выполнение обычаев крепко вошло в жизнь людей. И соблюдается из года в год. Они замужние девицы только и ждут удобного случая. Заглянуть в будущее. Спасибо за внимание.